Всем огромный привет! Вы на канале Шарм, а я Дед Мороз. И сегодня мы начинаем новую рубрику под кодовым названием «Вдохновение месяца». Здесь мы будем делиться с вами большими и не очень открытиями. Это могут быть фильмы, сериалы, блюда, все, что нас поразило, удивило или заставило задуматься. Так что не переключайте канал! На дворе декабрь, а значит скоро Новый год. И для создания или поддержания праздничной атмосферы мы вам предлагаем список фильмов, которые нам в этом очень помогают. «12 месяцев. Мультфильм. 1956 года». Да-да, именно мультфильм. Без него мой личный Новый год не наступает. Иронично, правда? Я вообще не фанат мультиков, но этот мультик очень красиво нарисован и талантливо озвучен. И сразу создает волшебную и праздничную атмосферу. Добрый вечер! И тебе вечер добрый. Позвольте мне у костра вашего погреться. Ну что же, грейся, коли пришла. Приходи на меня посмотреть. О, а вот это сказка для взрослых. Большая часть действий происходит в одной квартире. Но, несмотря на это, кино не кажется ни однообразным, ни скучным. Сам Олег Янковский, один из режиссеров и исполнитель главной роли, так говорил об этой картине. Это была проба пера. В потоке чудовищно-черного кино вдруг захотелось какой-то сказки и доброты. Я даже немного завидую тем, кто посмотрит это кино впервые. На меня посмотреть. Приходи, я живая. Мне больно. Девушка с косой. Это новиночка. Фильм 2017 года. События картины переносят нас в Москву, которая готовится отметить Новый год. Жители столицы заняты предпраздничной суетой. Вдруг несколько прохожих видят фигуру. В руках она держит остро заточенную косу. Это новогодняя зарисовочка, состоящая из нескольких новелл. В конце они все соединяются. Картина буквально кричит нам. Любовь. Праздник. Новый год. Добро пожаловать или соседям вход воспрещен. Это добрая, неизбитая американская комедия. Конечно, там нет дорогих спецэффектов, да и сюжет не нов. Но эта картина заставляет нас улыбнуться благодаря нелепым ситуациям, непошлым шуткам и Дэнни Дэвита. От всей нашей семьи и наших замечательных соседей из дома напротив спасибо. Снежная любовь или сон в зимнюю ночь Это фильм 2003 года. Я его смотрела, будучи еще совсем ребенком и, пересмотрев недавно, поймала себя на мысли, что он заставил нас улыбнуться. А ведь это самое главное в преддверии Нового года. Ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому мы решили включить и этот фильм в сегодняшнюю подборку. А по-английски он не понимает, да? Французский язык любви. Слушай, а кто тебе сказал эту боженность? Ты. Я? Сравняем счет. Мы предлагаем вам еще две американские комедии. Отпуск по обмену. История о том, как две девушки, решившие избежать от своих проблем, меняются домами в канун Рождества. И находят свою любовь. Очень плохие мамочки два. Мораль этой истории, что никогда нельзя забывать о себе. Особенно перед Рождеством. Дядь дней до Рождества. Стейте за задержку. Хэнк водит, как девочка. Дедушка, пополни! Рождество! Рождество! И вас тоже. Впереди десять дней каникул. И если вам будет нечем заняться, мы предлагаем вам сериалы, которые помогут скоротать зимние, долгие, холодные вечера. Первое. Шеймлесс. Американский ремейк британского сериала. Снято уже девять сезонов. Так что есть что покатать. Сериал повествует нам о семействе галлагеров. Фрэнк, глава семейства, алкоголик, который постоянно что-то придумывает, чтобы не работать и пить. У него шестеро детей, которые пытаются выжить в этом безумном мире, пока родители в делах. Ну и мой любимый ситком, который заставляет меня смеяться, несмотря на то, что смотрю я его не в первый раз. Два с половиной человека. Главный герой Чарли – богатый музыкант, живущий на побережье океана. Все веселье начинается, когда к нему приезжает младший брат после неудачного брака с маленьким сыном. О, этот ситком подарит вам много веселых и интересных минут. Ну и самые главные шедевры. Вы можете пересмотреть все видео на нашем канале. А так, пишите в комментариях, какие видео и фильмы любите вы. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!